Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я инструктор по фитнесу. Сегодня мы будем заниматься по системе оздоровления к отсутствию ниши. Вначале я дам вам некоторые рекомендации по выполнению упражнений. Заниматься следует только в хорошем расположении духа, когда вы бодры и полны сил. Не стоит выполнять большое число повторов упражнения. Лучше уделите внимание качеству их выполнения. Выполняйте упражнения медленно, сосредотачиваясь на каждом движении. Не переутомляйтесь. Даже если вы почувствуете небольшую усталость, прервитесь и дайте себе несколько минут отдохнуть. Упражнения следует выполнять в хорошо проветренном помещении. Не стоит выполнять упражнения сразу после еды или натощак. Дышать во время физических упражнений стоит, как обычно. Вначале мы выполним упражнения, которые считаются классическими в системе оздоровления ниши. Первое упражнение называется «Золотая рыбка». Выполнение упражнения «Золотая рыбка» – это третье правило оздоровления системы ниши. Упражнение «Золотая рыбка» направлено на исправление осанки, улучшение кровообращения, нормализацию работы внутренних органов, а также координацию работы симпатической и парасимпатических нервных систем. Упражнение «Золотая рыбка» выполняется на твердой поверхности или на полу. Лягте на спину, руки вытяните наверх за головой, ноги поставьте на пятки, носки натяните на себя. Потянитесь максимально далеко. Пяткой правой ноги ползите вниз, руками тянитесь в противоположную сторону. Выполняйте это упражнение на семь счетов. Затем поменяйте ногу. Пяткой левой ноги ползите вниз, руками тянитесь в противоположную сторону. Затем положите ладони под шейные позвонки, локти тяните вниз и повибрируйте из стороны в сторону, как рыбка. Это упражнение следует выполнять утром, сразу после пробуждения и вечером перед сном. Следующее классическое упражнение направлено на оздоровление капилляров. Оно как бы промывает внутренние органы. Упражнение на оздоровление капилляров – это четвертое правило оздоровления системы ниши. Это упражнение выполняется также лежа на полу. Лягте на спину. Руки и ноги поднимите вверх, перпендикулярно туловищу, носки натяните на себя. С усилием потрясите руками и ногами. Руки и ноги поднимите вверх, перпендикулярно туловищу. Это упражнение выполняйте 1-2 минуты. Лучше это упражнение выполнять 3-4 минуты утром и 5-6 минут вечером. Оно заменяет бег трусцой, укрепляет капилляры и способствует очищению организма. Следующее упражнение называется смыкание стоп и ладоней. Это пятое правило в системе оздоровления ниши. Упражнение смыкания стоп и ладоней помогает работе диафрагмы, которая еще сильнее проталкивает кровь, чем само сердце, способствуя очищению организма. Упражнение смыкания стоп и ладоней выполняется также лежа на спине. Лягте на спину, руки сложите на груди, стопы вместе, колени разведены в сторону. Начинайте смыкать кончики пальцев в течение 10 секунд. Затем повторите это же упражнение с усилием 10 раз. Затем начинайте смыкать с усилием ладони, тоже 10 раз. Затем заведите руки наверх, проведите над туловищем и верните наверх. Так же 10 раз. Музыка 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 от пупка до паха, также 10 раз. Затем выполните режущие движения над туловищем, также 10 раз. Затем поднимите руки вверх и с усилием потянитесь. Подвигайте ногами вниз вверх, стопы не разъединяйте. Теперь то же самое вместе с руками. Затем положите ладони на грудь и отдохните, восстановите дыхание. Это упражнение нормализует давление. Далее мы перейдем к упражнениям для позвоночника. Им уделяется особое место в системе оздоровления ниши. Здоровый позвоночник – это ключ к здоровью всего организма. Очень важно сохранять и поддерживать гибкость позвоночника. В противном случае межпозвоночные хрящи деформируются, что приводит к заболеваниям опорно-двигательной системы. Сейчас мы проделаем с вами комплекс упражнений, который позволит нам сохранить гибкость и увеличить подвижность позвоночника. Выполняя эти упражнения регулярно, вы сможете вернуть молодость своему позвоночнику. Упражнения следует повторять по 10-15 раз. Следует начинать с самых простых упражнений. Особенно это важно для людей, у которых малоподвижный образ жизни. Выполняйте упражнения неторопливо, прислушиваясь к своему организму. От тренировок вы должны получать только удовольствие. Если вы почувствовали даже небольшую усталость или неприятные ощущения, остановитесь. Дайте себе время отдохнуть. Затем вы вернетесь к выполнению этих упражнений. Заниматься следует в свободной одежде и босиком. Дышать следует через нос, медленно и спокойно. Вначале мы выполним упражнение для шейного отдела позвоночника. Первое упражнение называется «Черепаха». Зафиксируйте плечи и позвонки ниже шейного. Выполняйте наклоны головы вперед и назад. Выполняя наклон назад, старайтесь затылком достать до спины и потянуться вниз вертикально. Выполняя наклон вперед, подбородком постарайтесь потянуться к пупку. Выполняйте упражнение без напряжения, а затем с небольшим напряжением. Это упражнение следует повторять 10 раз в каждую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Затем мы выполним наклоны головы вправо и влево. Старайтесь дотянуться ухом к плечам. Выполняйте это упражнение без особых усилий. Это упражнение стоит также повторить 10 раз. Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы перейдем к упражнению «Посмотри на море, посмотри на горы». Выполняем повороты головы вправо и влево. Сначала поверните голову на одну треть. Затем чуть чуть дальше. И последний раз до упора. То же самое повторим в другую сторону. Сначала на одну треть. Затем чуть дальше. И последний раз до упора. Это упражнение следует повторить три раза. Субтитры создавал DimaTorzok последнее упражнение «Тыква под солнцем». Перейдем к вращению головы. И в другую сторону. Не стоит эти упражнения выполнять с большим усилием. Это может быть опасно для шейных позвонков. Далее мы перейдем к выполнению упражнений для верхнегрудного отдела позвоночника. Первое упражнение называется «Нахмурившийся ежик». Встаньте прямо, плечи выведите вперед, подбородок потяните груди, руки перед собой, ладонями обхватите локти. Округлите спину в верхнегрудном отделе позвоночника, подтягивая подбородок груди, округлите спину. Затем, не останавливаясь, перейдите к наклонам назад. Отводите плечи назад, сводя локти. Все внимание уделите верхнегрудному отделу позвоночника. И снова без остановки вперед. Плечи при выполнении этого упражнения не поднимайте. Далее мы перейдем к выполнению упражнения, которое называется «Весы». Кисти потяните к плечам. Одно плечо идет вверх, другое вниз. Прогибаясь в верхнегрудном отделе позвоночника. Каждый раз добавляйте усилия все больше и больше. перейдем к упражнению «Подъем плеч». Поднимайте плечи вверх и опускайте вниз. Упражнение сделайте с небольшим усилием. На подъеме делайте вдох, опуская плечи и выдох. Вдох и выдох. Далее мы перейдем к вращению плечами. Начинайте с небольшой амплитуды. Постепенно увеличивая ее. Это же упражнение можете выполнить в другую сторону. вверх и выдох. Далее встаньте чуть пошире. Руки вдоль туловища. Выполняем наклоны в плечи и вдох. Вдох и выдох. вправо и влево, рука скользит по ноге, старайтесь дотянуться до стопы, обратите внимание на верхний грудной отдел позвоночника, ладони подведите к плечам и выполним упражнение скрутка, смотрите перед собой и выполняем повороты корпуса вправо-влево. Выполняйте это упражнение с небольшим усилием, постепенно увеличивая его. Опустите руки вниз и отдохните. Далее мы перейдем к выполнению упражнений для нижнего грудного отдела позвоночника. Первое упражнение называется наклоны вперед, сядьте на пол, руки поставьте чуть позади, выполняйте наклон вперед, стараясь носом дотянуться до пупка. Выполняя наклон вперед, делайте выдох, подъем наверх, делайте вдох, постарайтесь каждый раз выпрямлять спину до конца. 10-15 повторений. Субтитры создавал DimaTorzok А затем перейдите к наклонам назад. Наклоните голову назад, стараясь затылком дотянуться до спины, втягивая позвоночник вперед, округляя спину в грудном отделе. Наклоним субтитры создавал Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эпидем Торзок А затем перейдите к Antrag А затем начинайте к другому помещению спины А затем, JamieTorzок Субтитры создавал Дима Торзок Да, у меня была замужем Идите к другому А затем перейдите к нашему Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И снова назад «Симон» Следующее упражнение называется «Лук» Положите кулаки в области почек Плечи заведите назад, сводя локти и лопатки Прогибаясь в грудном отделе позвоночника Положение позвоночника Положение позвоночника как натянутый лук В конечной точке постарайтесь еще чуть-чуть прогнуть позвоночник Обратное движение Старайтесь максимально согнуть позвоночник Как бы сутулись в этом отделе В конечном положении попробуйте еще чуть-чуть прогнуть позвоночник Субтитры создавал DimaTorzok Следующее упражнение называется «Большие весы». Положите правую руку за голову, левую вдоль туловища. Выполняем наклоны влево. И вправо. Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы перейдем к выполнению упражнений для поясничного отдела позвоночника. Первое упражнение называется «Мостик». Сначала назад идет голова, затем шея, затем спина. В этом положении постепенно наклоняйтесь назад все ниже и ниже. Возвращайтесь в исходное положение в обратном порядке. Далее мы перейдем к наклонам назад с поднятыми руками. Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы перейдем к выполнению упражнения, которое называется «Спящий тигр поднимает голову». Лягте на живот. Ноги вместе, руки согнуты в локтях, ладони лежат немного впереди плеч. Голова повернута так, что щека касается пола, глаза закрыты. Откройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно приподнимайтесь на руках, выпячивая грудь вперед. Поднимайте голову, слегка отклоняя ее назад. Прогнитесь как можно сильнее. Медленно поворачивайте голову, посмотрите налево, потом направо. Медленно опуститесь в исходное положение. Упражнение повторите 6 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее мы перейдем к выполнению упражнения, которое называется «Небесная ласточка». Это упражнение выполняется также лежа на животе. Руки лежат вдоль туловища, ноги вместе. Голова повернута, щека касается пола. Поднимите голову и посмотрите перед собой. Руки отведите за спину, ладони разверните вверх. Прямые ноги поднимите вверх и задержитесь в этой позе 1-2 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Медленно опуститесь в исходную позицию. Отдохните немного и сделайте несколько повторов упражнения от 2 до 10 раз. Субтитры создавал DimaTorzok В завершении проделаем дыхательное упражнение. Вдох и разворачивая ладони вниз, делаем выдох. Вдох и выдох. Выполняйте это упражнение в течение 5-6 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы выполним с вами упражнения, в которых задействовано все тело. Эти упражнения способствуют укреплению мышц, восстановлению нарушенного равновесия в позвоночнике и опорно-двигательном аппарате, улучшению кровообращения и повышению тонуса мышц. В основном эти упражнения просты в выполнении, но от вас требуется не механическое их выполнение, а медленное и вдумчивое. Почувствуйте, как растягиваются ваши мышцы, укрепляются и наполняются энергией. Сейчас мы перейдем к выполнению упражнений для общего оздоровления. Первое упражнение для поднятия тонуса называется «Обнимание дерева». Упражнение выполняется утром. Цель этого упражнения – повысить защитные силы организма. Встаньте прямо, стопы плотно касаются земли. Подбородок подтяните к шее. Смотрите перед собой. Расставьте ноги на ширину плеч. Носки разверните наружу. Выполняйте приседания, развернув колени наружу. Проделайте это несколько раз, пока вы не почувствуете себя удобно в этом положении. Представьте себе, что вы обнимаете громадный ствол дерева на уровне груди. Затем повторите мысленные движения руками. Пальцы рук не должны соприкасаться. Кисть каждой руки образует форму лодочки. Стойте неподвижно минуту. Затем разведите руки в разные стороны. Поверните ладони вниз и представьте себе, что вдавливаете в землю огромные шары. Это нужно повторить три раза. Следующие три упражнения направлены на общее оздоровление. Они увеличивают гибкость и подвижность, делают наше тело более выносливым. Далее мы выполним упражнение для общего оздоровления. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки расслаблены. Старайтесь дотянуться кончиками пальцев правой, а затем левой руки до пола. Обратите внимание, что сгибать можно только туловище. Ноги должны оставаться прямыми. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки расслаблены. Попытайтесь дотянуться кончиками пальцев до потолка. Представьте себе, что если очень постараться, это получится. Тянитесь изо всех сил, вытягивайте руки, туловище, ноги. Вытяните вперед правую руку. Теперь начните медленно отводить руку назад настолько, насколько сможете. Чувствуйте, как растягиваются плечевые суставы. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое другой рукой. Далее мы выполним с вами упражнение для укрепления иммунитета. Существует множество таких упражнений, но наиболее эффективное и простое называется лодочка. При регулярном выполнении этого упражнения в скором времени вы почувствуете исправление осанки. Оно выполняется лежа на животе. Лягте на живот на жесткую поверхность. Ноги вместе вытянуты. Руки прижаты к телу. Одновременно поднимайте голову со спиной и ноги. Если вам сложно поднимать ноги от бедра, для начала поднимайте от колена. Руки разводите в стороны. Возвращаясь в исходное положение, плавно сводите их. Оставайтесь в этом положении сколько сможете. Начиная с 10-15 секунд. Постепенно наращивайте время до 2-3 минут. Далее мы выполним несколько упражнений на растяжку. Кроме того, что мышцы должны быть сильными и натренированными, не менее важна их гибкость. Упражнения на растяжку повышают выносливость организма. Упражнения на растяжку в основном просты выполнения. Но очень важна их регулярность и систематичность. Первое упражнение называется цаплен на пустынном берегу. Медленно поднимите правую ногу, сгибая ее в колени, носок оттягивая вниз. Колено тяните как можно выше. Задержитесь в этом положении с поднятой ногой на 30 секунд. Затем медленно опустите ее вниз. Затем медленно опустите ногу, сгибая ее в колени, носок оттягивая вниз. Колено тяните как можно выше. Постарайтесь сохранить неторопливость и непрерывность движения. Снова медленно поднимите правую ногу, сгибая ее в колени, носок оттягивая вниз. Колено тяните как можно выше. И левый. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь вытяните руки вверх и повторите это упражнение еще раз. Медленно поднимите руки как крылья вверх. Постойте 30 секунд с поднятой ногой и медленно опустите ее вниз, одновременно опуская руки. И в завершении мы выполним упражнение, которое называется «Идущий к озеру гусь». Присядьте на корточки. Поднимите правую ногу, перенесите ее через левую, сделав шаг. Затем поднимите левую ногу, перенесите ее через правую, сделав еще шаг. Продолжайте шагать на корточках. На этом наше занятие, посвященное системе оздоровления к отцу цениши, закончено. Все упражнения, которые мы с вами проделали, помогут вам сохранить силу тела и бодрость духа. Занимайтесь регулярно, развивайтесь гармонично. И тогда ваша жизненная энергия возрастет. Если вы уделили некоторое время физическим занятиям, уделите такое же время умственному труду и созерцанию. Оставайтесь молодыми, полными энергии и жизненной силы. До свидания, удачи вам и до новых встреч!